Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. Обсудим очередной видеоролик «Вкусный салат с селедкой». Ну что, Уралочка у нас сидит на диване, да, незавитая, совсем незавитая, потому что собираются они там, короче, в квартиру, что-то там надо взять, и вот ей все равно одевать кепочку, да, именно кепочку. Объявился тут Сафар, говорит, что на улице снег, что ехать прям невозможно, прям засыпает снегом, и при этом, знаете, что я заметила, ребят? Сарафан, наконец-таки, сменил футболку, таки я его заставила переодеться. Вот мне теперь интересно, сколько он проходит в этой футболке неделю-две, аль меньше. Прям уж, знаете, мне интересно, сколько он будет ходить в одной и той же футболке. Ну и, знаете, еще я так задумалась, думаю, интересно, он на грязное тело напер ее или на чистое. А мы потом с вами думаем, что он чешется. Теперь все понятно. Дальше опять он прицепился к Дуне, как всегда. Чего-то там, значит, говорит, руку между диванов засовывает, мусолит этой рукой. Видимо, это все на нервах. Ну и дальше она рассказывает, как у Абдугани будильники звенели, и как якобы он подскакивает сам, то есть сам уже встает в школу. Вот прикиньте, вот вам папашка, вот вам мачеха. Эти дрыхнут, пацан сам подскакивает в школу. Ну, похоже, да, похоже, и покормить его никто не покормит нормально. Ну, Уралка что-то про мяско-то заикнулась. Мяско поел. Интересно, какого он мяско поел? Ну, а самое главное, рассылка пришла со светофора. И срочно в светофор надо. Да и Уралка сидит и думает, что приготовить. Уралка, не успела ты глаза свои разлупить, и уже думаешь, что бы это приготовить. А что бы поесть? А что бы нет? И гранаты-то там в светофоре есть. А Уралочке надо гемоглобин подымать. Я прям удивляюсь, как у неё может быть гемоглобин низкий. А дальше прям Уралочка вся в красоте. Говорит, придёт маникюр ко мне девочка делать. Да, на дом барыню придут обслуживать. Далее ей к Тане, да, на волосы, то есть подстригаться будет. Слушайте, опять, наверное, точно так же, как и в прошлый раз. На одной фотке с причесоном вроде вышла, и с парикмахерской. А на второй всё, уже ничего не осталось. Уралочка, что бы на голове прическа держалась, надо расчесывать волосы. Ты и сейчас разгребла, а сзади, видать, забыла расчесать. То ли руку уже до затылка не дотянешь, то ли вообще не расчесываешься. То волосы, говорит, у меня моментом растут. Я, говорит, их вообще сегодня, говорит, не завивала. Что тебе там завивать? Расчесываться надо. А то мало того, что они жирные спереди, заметно, так сзади у неё опять гнездо. Самое настоящее гнездо. Ну и дальше Уралка показывает сушилку, которая стоит в зале. Представляете? Есть балкон, а сушилка стоит в зале. И сушится там кимоно обдугани. Нет бы на балкон выставила. Так у них всё в квартире, похоже, так и будет. А дальше у Уралочки уже в мечтах. Что надо б на новоселье сделать. Надо всех гостей позвать, продуктов-то закупить. Да, праздновать новоселье уральской барыни и её Альфонса. Будет пир на весь мир. И дальше Уралочка говорит, что прибирать ей сегодня не хочется. Потому что самочувствие у неё плохое. Это погода, это снег. Уралка, когда ты себя чувствовала хорошо? Видимо, только когда поглощаешь еду. Зато слышали? В магазин-то можно сходить. Убираться не могу. А в магазин это Уралкино. А Сафару всё хочется показать гнилые понты. Что якобы он очень любит Дуню. Зато заметно очень, как Дуня его терпеть не может. Она его кусает, а он ей мешает умываться. Ну и значит, там ещё им фикс-прайс надо. Контейнеры заказали. Какие-то пришли малюсенькие. Ну и у Сафара всё эти руки чешутся приставать к кошке. Кошке заметно не нравится, но он всё равно лезет к ней. Ну и дальше наша звезда в кепочке уже в фикс-прайсе вышивает. И всё-то ей надо. А больше всего, чтобы туалетной бумаги побольше взять. А то чё, говорит, купили? Четыре рулона. Два туда и два туда. Один уже закончился. Меня такой смех взял. Не могу. Уже бумагу туалетную всю просрали. Офигеть. Ну и мочалочки ей нужны. А тут ещё там чё-то ей нужно. Короче, моющие. Ну, в общем, мыльно-рыльные. Слушайте, если бы ещё действительно придерживались правил гигиены, ну, пусть бы скупали эти моющие. Вообще, у любой девочки должно быть куча всяких причиндалов. Гель для душа, потом шампунь, бальзам, масочки. Масочки для лица, масочки для век, да, всякие там. Ну, я не знаю. У меня в ванной, слушайте, целая артиллерия стоит. Шампунь разный. Причём бальзам разный. Маски. Дальше уход для волос. Спрей. А тут получается шампунь, чистая линия и узё. А дальше Уралочка остановилась возле конфетиков. Конфетики, Сафар сказал, бери конфетики. Какие конфетики? Да, Уралочка, любишь ты конфетики. А нам потом будешь втирать, что сладкое ты не ешь. А возле конфетиков ты стоишь и аж дрожишь. Ну и дальше, пока Уралочка два шага сделала, Сафар уже понабирал целую корзину. Жарко ему. И Уралочке жарко. А что вы, не можете зайти в магазин, снять с себя одежду и потихонечку походить и купить то, что необходимо? Или надо вот просто всё в корзину бросать, как голодным? Ну и, конечно же, куда без чипсов? А дальше и ходит, и бродит, и всякую ерунду Сафар для себя там находит. А дальше Уралочка ещё иду не прикупила. Опять дешманский корм. Другие, говорит, карма не ест. А ты давала? Допустим, роял-канин в пакетиках или проплан в пакетиках. Нет, не давала, потому что дорого, проще купить дешманию. Ну и дальше Уралочка, как всегда, на Сафарчика свалила, что он любитель конфеточек. Конфеточек! Ну и говорит Сафар тут же, вот типа те вафли купили, так до сих пор они и лежат, никто их не ел. И в комментариях якобы спрашивают, что ну как можно есть салат вместе с вафлями. Ну и Сафар говорит, нормально. Конечно же, как в помойную яму всё летит. Конечно же, нормально. Ну а дальше уже дача. И в курятник ползут в чистой одежде. Что один, что второй. Молодцы, что здесь скажешь. Ну и что значит там? Сафар накормил этих куриц. Уралка заявила, что наконец-таки вау, багажник сделали. Слушайте, ну у нормального хозяина машины всё всегда сделано. А если руки не из того места, то, конечно же, пофигу. Грязная машина, чистая, поломанная, не поломанная, да лампочки. Барыня новую купит. Ну а дальше, ребят, я в шоке. Просто кошмар. Значит, ведёт Сарафан Уралку, чтобы та показала, что багажник сделан и бампер не подбит, а просто там стирал и краску стёр. И Уралка говорит, кто говорит, что бампер подбит, у того, говорит, голова подбита. Уралка, ты в первую очередь про себя скажи, а не про кого-то, кто так говорит. Ты прифигела совсем уже. Ты уже точно тронулась оскорблять постоянно людей, голова подбитая. И главное, что ты не боишься, что на дзене за такое могут заблокировать видео. Но ведь ты всё равно будешь оскорблять людей. И подтекает, говорит, ещё, да. Типа голова подбитая и подтекает. Уралка, у тебя уже, похоже, всё вытекло. Просто всё вытекло. Всё, что работает для того, чтобы мыслить, говорить. У тебя осталось только то, что как раз-таки отвечает за кишку. А больше ничего. Ну, а дальше барыню привезли в светофор по заказу. В светофоре больно много не показывали, только как гранатики выбирали. Гранатики. А дальше уже Уралка дома. Распаковка. Распаковка. И, значит, говорит, что тепловентилятор купили, чтобы в ванной там поставить. Ну, у нас якобы холодно, и выходишь холодно. И так надо, чтобы якобы вместо тёплого пола был тепловентилятор. Ну и, конечно же, из покупок пепси-кола. Да, любимые напитки сарафана. Пей, Сафарчик, пей. Вроде взрослый мужик, а мозгов так и не нажил. И дальше, конечно же, конфетики. Потом показала Дунин корм. Это, получается, Феликс жидкий в пакетиках. И говорит, мы и такой, и такой давали. Только такой ест. Уралочка, не давала ты то, что я перечисляла. Роял-канин ты не покупала, проплан ты тоже не покупала. Дешманьё только покупаешь, чтобы в очередной раз травить кошку. А ведь тебе сказали врачи, каким кормом нужно кормить. И ведь ты сушку давала проплан. Но решила опять перейти на дешёвое. Сама кишку свою дорогим набиваешь, а кошку опять травишь. Дальше чипсики, Сафару. Ну, конечно же. Ну, пускай кушает. Пускай кушает, так же, как и Уралочка. Они вдвоём решили угробить своё здоровье. Ну, и, короче, чё? Дальше крылышки копчёные. Говорит, мы любим крылышки копчёные. Я просто в шоке от этой женщины. Опять сладкая паста. Потом уточку, которую Уралочка очень уж хотела. Потом острый какой-то перец. Короче, понабирали опять полные пакеты жратвы. Ну, и дальше, конечно же, туалетная бумага. Да, целая упаковка. Ну, это на пару денёчков. Дальше Уралочка раскладывает конфеты. Вы посмотрите, сколько она их купила. Типа она наполняет, да, салатницу. И говорит, что Сафар тут якобы опустошит быстро. Ну, и я, говорит, попробую. Кто бы сомневался. Ну, а дальше в квартиру позвонили. Витя пришёл. Невидимый Витя. Угу. Ну, а дальше Уралочка уже готовит. Последние десять минут видоса она готовит. Ага. Значит, Уралка нарезает лук и руками этот лук, значит, разминает в тарелке. Сарафан спрашивает, тебе когда, говорит, на ногти? Она говорит, завтра. Видать, увидел грязь под ногтями. Видать, увидел, что у Уралки негодящие руки. Ву! Я понимаю, салатик это селёдка и лук. И, значит, картошки, якобы Сафар, говорит, много наварила. А Уралка говорит, что милое дело на утро картошка, залитая яйцами. И сарафан ржёт. Просто как ненормальный. А что смешного, она сказала? Яйца залитые, верни, картошка, залитая яйцами. И быстрей в телефон. Быстрей в телефон. Точняк любовница строчит. Пока Уралка селёдку молотит, Сафару любовница строчит. И ещё получается картошку Уралка добавила. Картошка, селёдка и лук. Так, вот это салат. И вот я всё время, слушайте, смотрю на них, да, как они шморгают этой посудой по столам. Что на обычном обеденном столе они шморгают. Вот эта вот сгущёнка там у неё падала. Ничем этот стол не закрыт. Скоро эти столы превратятся, слушайте, в неизвестно что. Хотя такие неряхи, как Уралка и Сафар, которые за собой-то следить не могут, да, за гигиеной своей. Ну, как можно тут даже думать, что они будут что-то из мебели жалеть. Ну, у них же девиз «Купим ещё». Ну, и в конце Уралочка расстоналась, слушайте, после того, как попробовала салатик. Сейчас, говорит, огурчики, помидорчики просто порежу. Сейчас Сафар якобы приедет, повёз обдугани на репетиторство. Ну, естественно, естественно, будет хрюкбанк. Как же без него? Как же? Как же не покушать на камеру? А чё бы нет? Ну, а чё бы нет, правда, Уралочка? Кушай, никого не слушай. Тушай спереду да сзаду. И так уже квадратное, как посмотришь в кадре, слушайте, так и вздрогнешь. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok